День с толком День с толком Сегодня ночью на край обрушился шквалистый ветер. Его порывы местами доходили до 25 метров в секунду. В Барнауле это привело к ЧП. Так на одной из улиц ветер сломал ветки деревьев. Они упали прямо на провода трамвая, из-за чего движение встало. А в многоэтажном доме ветер выбил стекло подъезда. Упало оно на женщину и ее маленького ребенка, которые в это время поднимались по лестнице. Женщина получила ушиб. По словам синоптиков, резкая смена погоды указывает на похолодание, но сегодня в крае все еще плюс, местами дождь. Почему власть нас не слышит? С такими лозунгами на одиночные пикеты снова вышли участники программы «Молодая семья». Сегодня активисты стояли у здания мэрии, где шло соседание гордумы. У нас снова пришел ответ от нашей городской администрации. Как всегда, один ответ на протяжении пяти лет. У города денег нет на финансирование данной программы. У нас в очереди стоит 5000 семей, получают меньше 3% сертификатов семьи. Власти даже не могут выполнить план, чтобы более-менее эффективно было, хотя бы процентов 10 от этого числа. На эту же тему говорили и на самом заседании гордумы. Председатель комитета по финансам Надежда Тенгаева уверяла, город может дать субсидии на программу только после того, как станет известен уровень ее финансирования от федерации и края. Напомним, участники программы уже пытались оспорить эту позицию. Со ссылкой на ответ в ЗАГС собрания молодые семьи утверждали, деньги на жилищные сертификаты сначала должен выделить город. А ориентируясь на эту цифру, подключатся уже остальные уровни бюджета. Что еще в Думе говорили о молодых семьях и других строках городских расходов, расскажем в вечернем выпуске. Дорога до школы по-прежнему актуальная тема. Так, бийской ученице на днях пришлось убегать и прятаться, чтобы оторваться от преследующего мужчины. А за последний месяц в крае произошло несколько нападений на детей. В Барнауле Общероссийский народный фронт изучил наиболее опасные участки школьных маршрутов. О выводах и дальнейших планах расскажет Илья Кочетков. 200 обращений от горожан, 25 опасных школьных маршрутов в одном только Барнауле. Из них 6 самые проблематичные. Таков итог целой серии рейдов представителей ОНФ. Участки определяли по жалобам самих барнаульцев. Исследования начинались с поиска опасных пешеходных переходов, но вскоре стало ясно, проблема гораздо шире. В определенной мере это является и, может быть, озвучанием проблемы занятости детей в нешкольное время. Потому что особенно дети младших классов, которые приводят в школу, через 3-4 часа их нужно забирать. Родители работают, группы продленного дня, как правило, в школах нет возможности, нет. Это тоже тема требует обсуждения. И чтобы хотя бы начать решать данную проблему, все эти маршруты должны быть освещены, тротуары и переходы безопасны. И вот с этим все непросто. По оценке собравшихся, ситуация парадоксальна. Если внутри кварталов порой все обустроено, то между кварталами, где порой идут школьники, встречаются заброшенные гаражи и другие опасные объекты. С погребами тоже очень сложная тематика. То есть, как только мы их начинаем трогать, даже в рамках комфортной городской среды, несмотря на общие принятые решения общим собранием, возникает тут же конфликтная ситуация. Вот остается один какой-нибудь погреб, ну и в итоге все вроде благоустроено, все хорошо, но вот есть то наследие, которое есть. Список проблемных маршрутов и объектов передали в администрацию города и районов. Месяц их будут изучать. Потом составят дорожную карту, список того, что нужно исправить. Правда, конкретные работы начнутся уже в следующем году. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком. Сегодня в России вспоминают сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Памятные мероприятия прошли и в Барнауле. На мемориальном комплексе у краевого МВД 523 имени полицейских. Одно из них появилось недавно. Орляпов Сергей Сергеевич погиб в прошлом году при задержании опасного правонарушителя. Ему было всего 32 года. Пользовался большим авторитетом среди сотрудников, сотрудников ГИБДД. Также неоднократно назначался шепом наставников у молодых сотрудников. Учил, скажем, профессионализм у молодых сотрудников. Сам был большим профессионалом своего дела. В год крысы барнаульские чиновники решили не экономить на новогодних расходах. Главная елка Барнаула подорожала на полтора миллиона рублей. На ее монтаж и строительство снежного городка на площади Сахарова в этом году потратят 8 миллионов 700 тысяч рублей. Снежный городок начнут строить в начале декабря. С этого момента и до 17 января на проспекте Социалистическом перекроют движение. Как всегда, площадь Сахарова будут украшать ледяные фигуры и горки, гирлянды и, конечно, яркая новогодняя ель с диапазоном в 16 миллионов цветов. Откроют снежный городок 28 декабря. Юный барнаульец уже в Книге рекордов России. Мальчик может простоять в планке весом 50% от его собственного 3 минуты. Как этого достичь в 5 лет, узнавала Анна Ирбис. И сколько ты так можешь простоять? Главное, 99 минут. 9 минут в планке? Да. Меньше. Я выбрала себе неправильного соперника. Тренировки в детском саду, спортивная гимнастика, дома подтягивания. И так всю неделю. Таким соперникам нужно уметь проигрывать. Ну, конечно, такая нагрузка, она не сразу сложилась. То есть, какая у него нагрузка сейчас. Конечно, детям такую нагрузку давать нельзя. Он к этому готовится с 8 месяцев. Он с 8 месяцев ходит на плавание. То есть, с 3 лет начал гимнастикой заниматься, потом на единоборство даже ходил. То есть, он многими видами спорта занимался. И только сейчас мы к этому подошли. То есть, когда у него организм полностью окрепший и готов к этому. Папа Алексей – директор сети тренажерных залов. Сына тренирует сам. Разминка, подходы, уголок на руках, пресс в перерывах. Ты на месте не сидишь, хочешь заниматься? Да. Мотивацию ненадолго хватает всем. Поэтому это должна быть все равно дисциплина. А ребенку кто дисциплину дает? Родители в первую очередь. Когда он уже вырастет, он сможет самодисциплиной заниматься. Пока нет. Пока родители должны это делать. Кстати, мальчик успешен и в учебе. В 5 лет читает, считает, ежедневно учит английский. А дальнейшую жизнь хочет связать с футболом. Я пойду на радио, на футбол. Установив один рекорд, юный атлет уже готовится к другому. В эту субботу 5-летнему спортсмену за минуту нужно будет подтянуться 15 раз. Я в себе уверен. Анна Ирбис, Александр Антропов. День с толком. В Барнаул привезли козлов, которые могут прыгать на высоту до 2 метров. Теперь три новеньких парнокопытных живут в городском зоопарке. Во время нашего прошлого визита в «Лесную сказку» в июне директор Сергей Писарев признался, что планируют приобрести тех самых дагестанских туров, потому что они активные и за ними любопытно наблюдать. Наш корреспондент Дарья Демиллер сегодня проверила это заявление. Новеньких трое. Пока они ведут себя робко. Жмутся друг к другу и избегают соседей. Дагестанские туры делят вольер с лосями, гуанако и муфлонами. Нельзя убрать этот факт, что те, кто был раньше на этой территории, небольшая дедовщина происходит, знакомство с новыми животными. Это мы заметили в первые дни и сейчас до сих пор все это проявляется. Но в целом никакой агрессии у животных друг к другу нет. Новички, две самки и самец приехали из Ростова-на-Дону еще в пятницу. Уже успели запомнить, где стоят их кормушки. Но если нужно, могут допрыгнуть и до еды лосей. В холке козлики не выше метра, но прыгать могут высоко. В целом это обычные горные козлы, которые очень схожи с другими подвидами. Но отличает их то, скажу первым, по рогам, что у этих животных они могут вырастать до одного метра, имеется в виду у самцов, и завиваются в своеобразную спираль. Они есть также и у самочек, но самочек меньше по размерам и, в принципе, даже и сейчас они менее заметны. Дагестанским туром по полтора года родились они в зоопарке. Сами же половозрелого возраста достигнут только через пару лет. В зоопарке уже рассчитывают на потомство. Дорида Миллер, Илья Халяпин. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей!